Слушайте радио Болтком Утро на Болткоме Всем доброго утра, здравствуйте Утро, ну, такое мокрое, честно говоря В общем-то, дворники пытаются убрать территории Прилегающие тротуары, расчищать, но в парке Вот ты пока проходишь парк к нашей радиостанции Конечно же, просто приходится хлюпать по такому мокрому снегу Олег Пек, в студии 27 января сегодня Начинается утро на Болткоме Сегодня Исландия отмечает день солнечного кофе Так что можно выпить, я уж не знаю, чашечку Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста Это связано с тем, что именно в этот день, в 1945 году Были освобождены узники нацистского концлагеря в Освенциме, Аушвиц И в 1948 году, то, что связано с музыкой, тоже для радио это святое дело Начало продаж магнитофонов в Соединенных Штатах Америки То есть вот музыка стала распространяться и таким образом Не только на грамм-пластинках, но и на пленках Сегодня появилось на свет много разных интересных людей Но хотелось бы просто отметить, что наш соотечественник, родившийся в Риге Михаил Барышников, известный на весь мир Артист балета, хореограф, киноактер Также родился в этот день в 1948 году Начнем мы наши разговоры Сегодня мы поговорим о развитии деградирующих территорий Да, тоже неподалеку от радиоболтком Мы видим, как на территории бывшей пивоварни Киммел Сейчас происходят работы И там вовсю, в общем-то, разбирается вот эта территория И будем надеяться, что на этом месте появится что-то красивое И украшающее наш город строение Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы Объявил конкурс на финансирование развития рижских творческих кварталов и территорий И это традиционный, я понимаю, конкурс, который раз в год проводится И целью конкурса является развитие творческих кварталов и территорий в Риге И предоставление культурных услуг развития культурного творчества Ну и на эту тему мы сегодня поговорим со специалистом управления культуры Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Кристина Круза у нас на прямой связи Доброе утро, Лабрит, Кристин Лабрит Мы, может быть, начнем действительно с того, как Рижская дума относится к этому проекту Какие требования, что востребовано, что будет необходимо в результате этого конкурса Что ожидает Рижская дума получить? Какие проекты? Доброе утро, что можно использовать Уже сесту году. Уже сесту году. Да. Угу. Главная смертная и ухода, как вы уже говорите, это отболстит радовая квартал. Угу. 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 И по этой теме, мы отрислим культуры и инфраструктуры. И формы, как идиотари, которые могут изпоставить, и они могут издалить. И концерты, театры, израды, фильмы, изстады, передавшиеся с дарбниками, веки, лекции, дискусии. Это будет классическая вариант. Ну, это и оптимизм варианты. Да. Да. Вот вы сказали, что уже шестой год проводится конкурс. Опыт прошлых лет, получается, был удачным, позитивным такого рода проведения конкурса. Да. 5 годов мы с вами отбалтили 70 проекта. Видея сумма, которую мы пишем, это 70 тысяч годов. У всех этих проектах. И приематор, что очень много к варсу, уже год из года, и они уже есть в риге. Да, 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 да. Играет музыка. На финансирование ведущего, мы с помощью пускаем только на финансирование финансирования. Вместе с 50% отмэрой, на копейках, игровая бюджетная таблица, которые проекта измельчатся измельчатся, и не вместе с 10 000 евро годом. Это нормальная прасение. У, да, у них есть деньги? Да, да? Да. Да, 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 да? А то, да, да, да. Но это неизведение. финансиалленность, а также обязательства. Это наш цимус. Сколько человек принимает, сколько таких организациторов принимает участие в конкурсе, за эти пять лет величивые целых количества? Одни те же люди или присоединяются новые? Вы думаете, те, кто сочет проекты? Да, да. Видеи мусь годов санат отбалстить. Ну, немот visу. Видеио радейтайи, 12-15 проекти. Tieшам, јсака, ļoti daudzi, jau ir gada no года. Ir pat тази, kas no 2016. года jau ir bijущи un ir tagад. Месяца бута носаукштов зинамакос, лето, лето. Верноземи kalнцем кварталс. Талинс кварталс, kur час ведеjos годовカрет. Cезио, które собрали. Ну, идеи проекти, kur consensus тилвейки. Проекта пиеттай, че. Педеjos годов четвей, че бута че, страуди, Агенскалну, чргирзу терута, и виск, а там, ноте, аминута. Велбуту, Амините спиѢери, да, аминуте, да, Даугава Грива, 14. Болдерайя, где это очень много времени. Ну, как педая новинка, это погащая годы, это саргандаугава отъематория, культуртелка, точка. Это, конечно, января гаду гаима, и лейтенциггаз макраса это очень многое. Погащая годы. Конечно, это очень многое, но они, 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 Если говорить о других инициативах, сейчас есть ли какие-то предпочтения у Рижской думы, какие городские территории желательно развивать в первую очередь именно сейчас? Может быть, какой-то приоритет есть у территории, которые в первую очередь нуждаются в этом? В принципе, период с отриски, например, предпочтения на месте, хурулямина нет культуры центра, хурулямина нет библиотеки, хурулямина есть музики-магсистской школы. И, конечно, рига, тату территории есть гадость, ведь очень много лица концентра рига центр. Поэтому мы мерзисы полный, что все это, и очень-очень-очень-то. Рига есть специально маислава.пкаймс.ов, где все это, где-то, где-то территории, и карти. Но муше, ну, там слилая территория, которым мы очень хотим отзываться, шоуи идиоте. Гарбовы, это будет межцы, пурцы, плауньи, плауньи, кенгаракс, золитуда, зипниякалнс. У нас, думаю, очень много, которые будут петельными, но, в кем-то году, в кем-то активности, в кем-то территории, в кем-то территории. Можно ли, я понимаю, вот, инициативным гражданам, которые хотели что-то изменить в этих районах, что им нужно сделать, чтобы получить финансирование, как оформить заявку, куда обратиться, чтобы понять, как ее правильно оформить? Музы мая лапа адреса культуре.рега.лв, а также фейсбука контур. У нас есть конкурс, очень смалки, памяты, все три класса, что-то есть. И вот это, что человек, который вредит, что это было бы неправильно, это, что это, на 20. февр. Это конкурса, у нас есть снижение с снижением педагога, это логово. Иснедзами и снижением об этом ситуации в последующем и власти электронной веи, и это, конечно, это, да, а мы снижаемся, Но это очень важно, что все очень конкретно написано, потому что, если вы не хотите, чтобы вы неизвестили, то есть, что вы неизвестны, но вы неизвестны, но вы неизвестны, что Рига сейчас идет о декентрализации, и действительно попытка сместить центра цежестис, центра города на районы, чтобы в районах то же бурлила культурная жизнь? Я очень прекрасно говорила, чтобы человеку, где живут в районах, административной территории, они смогут избежать от дома и бурлили культурную жизнь, чтобы в районах то же бурлила культурную жизнь. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Утро на Болткоме Продолжается Утро на Болткоме. Олег Пек в студии. Мы говорим о том, как преображаются деградирующие территории нашего города, те вот районы, те вот места, где разрушались здания, где были какие-то полуразрушенные никому, вроде казалось бы, бесхозные территории. И, тем не менее, вот сейчас постепенно, потихонечку, шаг за шагом происходят изменения. Мы уже вот говорили с представителями Рижской думы. Сейчас вот с нами на прямой связи член правления общественной организации «Город для людей» Андрей Оленьш. Здравствуйте, господин Оленьш. Доброе утро. Здравствуйте, господин Оленьш. Меня не только времени, теперь этому духу не отвечают. Дома имеют свойство гореть. Дома, к сожалению, имеют свойство разрываться. И вот таким вот образом они появляются деградирующие территории. Кто должен этим заниматься? То есть, чья это дальше забота? — Во-первых, если память не изменяет, то это забота владельца территории. То есть, если мы вспомним дом, который на улице Мария Селлина, это самый главный граус нашей страны, то за него отвечает его владелец. Но для того, чтобы владелец начал отвечать, еще должно самоуправление включиться в этот процесс. — То есть, у нас по закону у человека его имущество отобрать нельзя. Для этого нужен специальный закон, который принимается на уровне семьи. Поэтому надо воздействовать на хозяина другими методами. — Самые прекрасные — это экономические методы. В свое время вроде бы шли разговоры о том, что будут подниматься очень сильно земельный налог на такого рода неубранные территории. Сейчас вот с этим что происходит? Дается ли такой вот кнут применять? — Насколько я знаю, вот господин Буров довольно часто был в эфире, когда еще был исполняющим обязанности и мэром. И он рассказывал, что да, как раз-таки для этой территории повысили ставку налога на землю. — И если мне память не изменяет, каждую неделю владельцы платили то ли по 10 тысяч, то ли по 40 тысяч евро штрафов. Такая история давно. На мой взгляд, работает. Но так как у меня нету активов в миллионы евро стоимостью, то для меня сложно судить, является ли 40 тысяч евро в день для имущества в центре города хоть какой-то там значимой суммы. Ну вот как-то так. По-моему, это действует. Единственное, на самом-то деле, что будет действовать — это только общий экономический подъем. Вот когда вот прибор поднимет все лодки, тогда, соответственно, и все хозяева тоже посмотрят, потому что сосед, например, свою парковку превратил... Ну, у нас же, знаете, в центре города, если посмотрите его со спутника, у нас очень много выбитых зубов, которые стоят на довольно-таки бойких улицах, на которых расположены парковки. А парковка, как известно, не приносит столько же денег, как и, например, жилая застройка. И поэтому они потихонечку будут застраиваться. То есть если мы вспомним этот пустык, который был около ском, сейчас там жилая застройка. И, соответственно, люди, у которых уже есть здание, ну, либо у которых есть статус какого-нибудь памятника, тогда, соответственно, его будут восстанавливать. А если у него нет памятника, то, скорее всего, его будут сносить и застраивать по новой же звуке времени. Ну, вот на Ханзес там, по-моему, еще заросло бурьяном практически вот все пространство, где раньше был, ну, вот Олимпийский холл, в смысле, вот где Евровидение-то наш проходил, потом снесли. И вот это место тоже как-то выглядит, ну, диковато. Ну, вот, на самом деле, про Ханзес я точно не могу примерно представить, там, Ханзес такая, она довольно длинная улица. Ну, да, в самом начале. То есть я знаю точно, например, в самом начале, там тут в районе старта, в районе старта, старта 2, там сейчас тоже развиваются классы, там тоже раньше была какая-то подпромзона, теперь это все дело развивается. Если вы про Нью-Ханзе-Сити, которая ведет закрытие банку АБ, открылась мирным тазом на какое-то время, то там просто ждут инвесторы. Проект готов, проект, в принципе, это проект нового города. Мы встречались с проектировщиками, с архитекторами, предлагали свои решения для того, чтобы этот кусок был чуть поболее дружелюбен для пешеходов, велосипедистов и людей с ограниченными потребностями, с повышенными потребностями, для того, чтобы там все было в порядке с ритуарами, с пересечениями. Вот, сейчас ждем, пока опять появятся деньги. То есть, все зависит, получается, получается так, что все зависит от экономики, если экономика идет вверх? Да, конечно, либо если экономика идет вверх, либо если самоуправление, как в случае с этими заброшенными территориями, начинает выставлять такие счета, что у владельца начинается мыслительный процесс. А не стоит ли мне это побыстрее продать какому-нибудь другому человеку или изменить цену для того, чтобы другой какой-нибудь человек мог бы прийти и начать работать с этим объектом? Ну, вот, получается, что в ближайшее время, учитывая вот из-за ковида экономическую обстановку очень-очень невыгодную, получается по этой логике, что вряд ли нам стоит ждать больших изменений в городе? А вот, ну, не знаю, тут как бы, тут, да, сейчас я надену шапку этого такого глобального мыслителя, и если мы послушаем Каринша, который сказал, что денег сейчас будет хоть залейся, если мы послушаем всех наших функционеров из Европейского Союза, которые сказали, что нам будет очень много всяких разных дотаций, которые вот как раз-таки не зеленые, это все энергетика, которую мы должны будем потратить, а если это все грамотно преподнести, то, я думаю, можно и, ну, то есть, какая-нибудь контора строит что-нибудь зеленое, и вот и на вырученные деньги возводит себе офис, или восстанавливает какое-нибудь другое свое домовладение в центре города. А так, ну, как сказать, есть различные подходы, есть международный опыт, что можно делать в этих местах, в этих заброшенных территориях, чтобы оно приносило обществу пользу. Например, те же самые маленькие огородики, в счете города, которые, во-первых, связывают местное общество жильцов, вот именно местных жителей, такой план сейчас есть на месте бывшего дворца спорта на улице Барона, прежде чем до конца там застроить эту всю территорию адекватными зданиями, которые соответствуют и духу, и требованию времени, там на данный момент какое-то времени продолжительное будут маленькие огородики. То есть это временная мера, получается, затем... Да, это пока временная мера, да. А каким образом вот будут охраняться эти огородики, потому что я понимаю, что для... Это, к сожалению, вопрос не ко мне, но смотрите, если там... Ну, днем они будут охраняться всеми теми людьми, которые там будут заниматься чем-нибудь. То есть, если мне память не изменяет, то там будет доступна еще некоторая такая публичная территория, по которой можно будет гулять. И если, соответственно, не будет комендантского часа, там просто будут гулять какие-то местные ребята. А если ребята местные, то, скорее всего, как-то людям, которые захотят прийти и... Снять урожай. Хулиганить? Они... Да не, не то, чтобы снять урожай, а именно просто похулиганить. Потому что там снять урожай – это одно, а если человек пришел и просто все дело вытопкал, и там сломал клумбу и выворотил скамейку, то вот это самое неприятное. Снять урожай – это нормально, на мой взгляд. Вот. И местные, скорее всего, не дадут. А так это задача муниципальной полиции и бесплатной полиции. Насколько есть движение какое-то снизу, я имею в виду, молодежные какие-то, неформальные организации, которые хотели бы, может быть, организовать такого рода вот неухоженные, брошенные территории и сделать на их месте, ну, я не знаю, там скейт, там парк или там, ну, вот, как мы видели, по-моему, Алекша Склерс вот в Саркандаугове, там такие вот интересные вот решения. Что для них? У этого Склерс вы можете позвонить мини-депутату Веческой Думы Алии Турлой, потому что она как раз-таки очень сильно с этим работала, и она гораздо точнее это все расскажет. Насчет движения снизу, если вы помните, это несколько лет назад, это, по-моему, был 8-9 год, как раз-таки после предыдущего кризиса, когда появилось движение «Окупайми», в рамках которого, так скажем, люди захватывали те здания, в которых никто не жил. И если мне память не изменяет, я тут, конечно, могу соврать, но, по-моему, именно ввиду, вот именно после этой акции появилось такое место, как Тани Паскультура Стэнтерс, это науглус Колос и Лачпошер, которое сейчас, на мой взгляд, это одна из самых развитых молодежных мест, куда приходит вдыхать богемствующая молодежь. И вокруг этого места сейчас такое очень приятное движение. Но как будто бы вот это движение «Окупайми», оно затихло, во всяком случае, вот мы не слышим. Да, оно сейчас затихло, да. А чем это объясняется? Тем, что, ну, я не знаю, стали более законопослушными, стали более строго за этим следить? Нет, это, по-моему, я... У меня сейчас, так скажем, нет никакой мысли по этому поводу. Если вдруг нынешняя Дума, в рамках которых очень много представителей партии прогрессивно захотят что-нибудь так тоже повторить, то, пожалуйста, милости просим, мы можем сделать такой эксперимент, как сейчас происходит эксперимент на улице Чакаре. И много других всяких экспериментов мы можем сделать. Лишь бы были понятные критерии, когда у нас эксперимент удался, а когда он не удался. А что значит... А что значит не удался, вот что в этом случае, ну, что считать с неудачным экспериментом? Я не знаю, что не считать с неудачным экспериментом. Я считаю, что, когда мы ставим в любой эксперимент, у нас должны быть критерии. Когда у нас эксперимент удался, а когда не удался. Если этих критериев нет, тогда это сложно сделать экспериментом. Это можно назвать непонятно чем. А по поводу еще, что молодежь может сделать, есть целая куча всяких разных так называемых активных залов под открытым небом, наверняка где-нибудь в районе Плявников, я просто живу в этом районе, это Дрейли или Плявники, там в лесах есть турники, в лесах вытащенные скамейки, на которых местные занимаются. Например, в районе за складами Рима, это на улице Зелзон, там руками энтузиастов была сделана трасса для BMX, просто лопатой и собственным трудом. Так что, ну как, люди, как только у людей появляется желание, они начинают что-то делать, если у людей желания нет, они надо только, не знаю, только выжить, тогда, соответственно, таких желаний будет меньше. Ну, опять-таки, мы все упираемся, получается, в экономику, то есть, если у людей нет работы, нет денег, депрессивное настроение, может быть, и нету возможностей так вот, и желания активно преобразовывать среду. Кстати, в Межапарке тоже вот прекрасный есть спортивный уголок со спортивными снарядами, там постоянно, даже и зимой, вот, люди с удовольствием занимаются спортом. Да, спорт, очень хорошие вещи. Вот, когда мы говорили с Кристиной Крузой буквально пару минут назад, она подчеркнула, что такая децентрализация Риги является, ну, такой вот, новой идеей Рижской думы, то, чтобы принести в микрорайоны культуру, цивилизацию и всякие вот блага. Насколько это, в принципе, вот поддерживает ваша организация и насколько это правильно? Я могу сказать за себя, я очень сильно поддерживаю то, что заброшенные территории или территории, которые не до конца хорошо использовались, воспринимают новую жизнь. Например, в моем районе, в Местерсе, была сделана площадка, то есть, огромное спасибо предыдущей думе за это, потому что сейчас у нас есть место, в котором можно заниматься спортом. Наверняка, если бы, если бы это было поставлено как на поток, то это было бы, во-первых, и получше, и почаще, и в большем количестве мест более грамотно. Потому что тоже все равно же истарикание, если мы вспомним, а одно из других деградировавших территорий, это этот квартал Барона, на котором построена замечательная спортивная площадка, только никто не подумал, а что будет делать, будут делать родители, например. То есть, там нету ни деревьев, и все застелено этим резиновым покрытием, от которого летом очень, ну, воняет, это раз, а в тот момент нету тени абсолютно никакой. Ну, так что я за, я за любое движение. Лишь бы это было движение вверх, лишь бы это было еще немножко и продуманное решение, которое принимает во внимание опыт, чтобы, во-первых, других стран, которые немножко быстрее нас там были, и второй момент, принимать во внимание жители, которые живут в этих окрестностях. Насколько много сейчас вот такого рода неформальных, ну, не знаю, молодежных организаций для того, чтобы, ну, хватает ли вот этого движения снизу для того, чтобы молодежь активно принимала участие, или, может быть, нужно, ну, помочь организоваться, не знаю, перевоспитать хулиганов? Вот насчет помочь, вот насчет помочь организоваться, я не знаю точно, вот, я точно знаю, что вот предпринимателям точно не надо помогать организовывать. Если предпринимателя надо за руку брать и поднимать его с дивана, тогда это так тебе предприниматель. Насчет молодежи, наверняка, наверняка необходимо делать что-нибудь на уровне школ, чтобы хотя бы был там какой-нибудь кружок юных моделистов, чтобы люди хотя бы знали друг о друге. Но сейчас в рамках интернета люди очень сильно кооперируются не по, так скажем, не по районам своим, не по месту жительства, а, в принципе, глобально. И, возможно, в этом есть какой-то бонус. А так, ну, это, я думаю, что, опять же, кружеская дума, я тут так не особенно компетентен. Отпечать, что необходимо делать с молодежными организациями, и уже и возраст, в принципе, не тот, чтобы состоять в какой-то молодежной именно организации. По поводу микрорайонов, но действительно ли нужно в каждом микрорайоне создавать, не знаю, какие-то культурные центры, или проще все-таки сделать один большой центр, куда будут съезжаться, не знаю, люди со всех районов города? Насчет, не знаю, там, насчет съезжаться, необходимо действительно сделать что-то такое, как бы, так сказать, монументальное, куда... Ну, то есть, такой действительно центр для нас, по-моему, это есть какой-то этот сполонный тыл, дворец школьников, который раньше был, я не помню, дворцом пионеров на улице Барона. Там, если мне память не изменяет, но просто все дети уже выросли из этого возраста. Там тоже была целая куча всяческих разных кружков по интересам. А насчет, насчет токальных таких вот кружков, я считаю, я считаю, что школа вполне может заменить вот такого центра в каждом районе, кто поближе к жителям. Ну, то есть, в рамках школы могут быть какие-то кружки, занятия, которые могли бы... Да, я считаю, да. Ну, кстати, да, действительно логично, чтобы потом мог, например, подросток сразу, оставшись в школе, заняться чем-то, чем ему нужно возвращаться домой, переодеваться или там... Ну, не знаю насчет того, надо ли ему переодеваться, потому что некоторые у нас все-таки живут не там, где учатся. Они как раз-таки могут вернуться домой и, там, сделав уроки, к 7 часам пойти поиграть. То есть, если отталкивается от спорта, то, конечно, все наши, вся инфраструктура школьная, она должна работать 24 часа в сутки. Если мы вспомним жирный год, 2006-2005 год, то у меня знакомые, ну, это, опять же, там слухи, которым наклят уже исполнилось, у меня знакомые в час ночи арендовали хоккейную площадку, потому что раньше невозможно было, потому что раньше было тяжело. Если это та же самая Вольво-Хау, Холл Вольво и, по-моему, МОГУ по академии, спортивной академии, они работали чуть ли не круглосуточно. И, на мой взгляд, так же самое должны работать все, так скажем, все помещения школьные, они должны работать на благо жителей 24 на 7. Если мы сможем добиться хотя бы того, чтобы у нас спортивные залы работали, ну, постоянно, это уже будет большой прорыв, потому что хотя бы ребята не будут все по подъездам, а будут заниматься чем-нибудь физически активно. То же самое можно с этими открытыми спортивными площадками, которые у нас сейчас в Большом Колью, ну, в Большом, начали восстанавливаться, там тоже можно делать. Летом это все живет своей жизнью, потому что детей много, а, например, в школьное время можно делать и по субботам, по воскресеньям что-нибудь для более пожилых людей, там, например, размиграем. То есть это все, ну, то есть это везде надо вкладывать труд, надо везде пробовать, надо все делать и потом смотреть, что работает, что не работает. Ну, вот скажите, вот эти идеи со школы, которые вы сейчас озвучили, совершенно, мне кажется, прекрасные, то, что там во второй половине дня школьные помещения, те же самые спортзалы, может быть, даже и какие-то классные помещения могут быть использованы для, там, кружков, для занятий, ну, в неклассной какой-то работы. Вот как это, вот вы, ну, озвучиваете, а это может реализоваться, то есть кто-то работает над тем, чтобы это реализовать в жизни? Ну, все кружки, которые, вот, школьные кружки, они работают. Зазывают ли школьные кружки, руководители школьных кружков вместо молодежи к себе, я не уверен. Я знаю, что вот спортсмены все это делают. У них всегда есть плакат, у них всегда есть, вот, например, клуб борьбы, тут, например, клуб по боксу, тут клуб, там, кружок по футболу, там, не знаю, на большой площадке просто вы видите, что каждую субботу дети играют определенного возраста, вы просто из окна это видите, потом приводите сюда своего чада, и он начинает заниматься, это как-то так работает. Все остальное, ну, на мой взгляд, если начать интересоваться, это все обязательно можно найти. Вопрос в том, что дополнительно, там, не знаю, должны делать, например, те же самые директора школ, ну, это уже вопрос к ним, это уже вопрос того, например, насколько у них хватает от самих времени, и отдумать, по-моему, тут можно только так, стимулировать какой-нибудь морковкой. А вот, мне кажется, что спортсмены как-то, получается, что более организованы, они то ли более мотивированы, целеустремлены, потому что я не слышал, чтобы там общество очкариков, там, филаталистов, или там любителей, там, библиотек, вот, как-то действовали так же напористо и, ну, вот, организованно, как спортсмены. Ой, не знаю, на библиотеку вы зря так наехали, потому что у нас в ковидное время постоянно, ну, то есть в нашей районной школе постоянно движение происходит, потому что, несмотря на то, что люди думают, что библиотека, библиотека – это призыв прошлого, очень много людей, именно родителей, ходят за книжками, потому что детские книжки, там, атласы – это сейчас очень дорогое удовольствие, там, у них по 20-30 евро нормальные книжки, а в библиотеке их можно, во-первых, взять и вот почитать прямо на месте. И, опять же, тесты. А насчет, не знаю, филаталистов, возможно, все люди, ну, люди, которые… Ну, возможно, филаталистов-то и не нужны, особенно другие, не знаю, спарринг-партнеры-то особенно не собираются. Я, опять же, спекулирую, потому что очень сложно в рамках одной комнаты стать чемпионом мира по баскетболу, а чемпионом мира по филателии в рамках одной комнаты можно стать, ну, на мой взгляд, с помощью ИБ сейчас довольно, ну, попроще, попроще. Ну что же, спасибо огромное, вот, да, такое, мне кажется, огромное количество интересных мыслей, идей, и я, например, совершенно… Ну, это только мыслик, это только мыслик, к сожалению, это так, мы с вами побеседовали, я немножко повелился тем, что я знаю, мы немножко поспекулировали, что можно было бы сделать, а дальше надо просто начать делать. Ну, и я думаю, что мы обязательно каким-то образом постараемся вот ваши мысли сформулировать на бумаге, они появятся на сайте MixNews, мы будем стараться, может быть, задавать вопросы членам Лижской думы, депутатам, чиновникам, чтобы они как-то задумались и, может быть, взяли на заметочку. Спасибо огромное, что, мне кажется, очень такая интересная была плодоторная беседа. Удачного дня. Удачного дня, спасибо, до свидания. Это был Андрей Оленьш, член правления общественной организации «Город для людей». Вот действительно, мы, вот просто в разговоре всплыло столько возможностей для самоорганизации людей, для того, чтобы преобразовать окружающую нас среду. Мы продолжим говорить вот об этом преобразовании в следующем часе, потому что в связи со строительством «Рейл Балтика» и прочими масштабными проектами будет обновлена концепция велодорожек, и вот на эту тему как раз мы поговорим с депутатом Рижской думы, с Мирославом Кодисом, и уже во втором получасе мы поговорим тоже о таком, ну, не знаю, большом скандале, не скандале, но тем не менее, из-за того, что «Рейл Балтика» не получает вот достаточной поддержки и финансирования из фондов восстановления ЕС, не получает из фондов ЕС, вот страны Балтии готовы таким образом прокатить планы восстановления ЕС с выделением фондов на борьбу с коронавирусом. Вот здесь будет о чем нам тоже побеседовать с Петриисом Винкелесом. Все это в следующем уже часе, а впереди нас ожидают новости. Утро на Балткуме.